Артём Милевский в средине нулевых считался одним из самых перспективных нападающих в СНГ, выступая в составе Киевского Динамо и сборной Украины. Футболист в совсем юном возрасте успел навести много шороху в международных матчах, поэтому в то время казалось, его переезд в более сильный чемпионат является лишь вопросом времени. Вот только в один момент приоритеты в жизни Милевского поменялись. Игрок отодвинул свой профессиональный рост на второй план и, к сожалению, начал вести разгульный образ жизни, что и погубило карьеру. Представляем печальную историю одного из самых перспективных футболистов Украины, который собственноручно перечеркнул свое будущее. Но прежде чем продолжить, пожалуйста, ответьте на вопрос. Друзья, в ворота какой команды Артём забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов? Варианты. Стауа Бухарест. Арсенал. Реал Мадрид. Леон. Черкните свой ответ в комментариях. Заранее спасибо. Начало карьеры. Артём родился в Беларуси, несмотря на украинское гражданство. И в семилетнем возрасте вступил в Академию Минской смены. Там футболист задержался вплоть до 2000 года, после чего перебрался в Абухов из Киевской области, где вступил в Академию известного тренера Павла Яковенко. Но свой полноценный дебют на взрослом уровне нападающий совершил в составе дубля Борисфена. Выступлениями за клуб из Борисполя форвард как раз и привлек внимание Динамо. Белосинии видели в футболисте большую перспективу и постепенно интегрировали его в основу. Артём провел свой первый матч за киевлян в домашней игре против Карпат, где вышел с замены и играл всего 10 минут. Уже в своем четвертом поединке в белосиней футболке Милевский впервые отличился забитым голом за свою команду в ворота Симферопольской Таврии. На протяжении трех сезонов игрок был запасным и проводил максимум 8 матчей в чемпионате Украины. Но все изменилось в кампании 2005-2006. После ухода Клибера и Верпаковскиса конкуренции в центре нападения стало меньше, поэтому Милевский воспользовался шансом и пробился в старт. Если говорить о сборной, то несмотря на белорусское происхождение, Артём желал выступать за Украину и уже получил гражданство. Вот только Белорусская Федерация Футбола не хотела отказываться от нападающего, и в один момент ситуация едва не переросла в настоящий скандал. В этот вопрос вмешался лично президент FIFA Йозеф Блаттер, который призвал обе стороны найти компромисс. Стиснув зубы, белорусы все же пошли на уступки и позволили Милевскому стать игроком сборной Украины. Тем более гражданство у нападающего уже было. Впервые Артём громко заявил о себе в футболке национальной команды еще на юношеском уровне. В 2004 году нападающий завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата Европы Ю-19, а уже через два года серебряные медали континентального первенства в возрастной категории до 21 года. Вот тогда все поняли, не даром Суркис, так Риана боролся за талантливого форварда со своими коллегами из Белорусской Федерации Футбола. Артём был настоящим лидером молодежной команды, которую руководил Алексей Михайличенко. Забив два гола на юниорском Евро, Милевский получил большое признание. Был включен в символическую сборную турнира, войдя в один ряд с такими футболистами, как Манданда, Мавуба, Тулалан и Хунталар, с которым Артёма частенько сравнивали. Оба футболиста дважды пересекались на Евро. Сперва на групповом этапе, где оказались сильнее украинцы, а затем в финале, где нидерландцы выиграли со счетом 3-0. После молодежного первенства уже стали появляться слухи о переходе Милевского в топ-клуб. Но самым главным вознаграждением для нападающего стал вызов на чемпионат мира 2006 года в Германию, буквально сразу после выступлений на Евро. Нападающий получил вызов во взрослую украинскую сборную на чемпионат мира в Германии. Причем главный тренер Олег Блохин включил его в заявку буквально в самый последний момент. Лучшие годы карьеры На Мундиале Форвард провел три поединка, где не отметился ни одним результативным действием с игры, в основном выходя на замену вместо Андрея Шевченко. Зато в серии пенальти матч 1-8 финала против сборной Швейцарии. Артем продемонстрировал стальные нервы и реализовал свой 11-метровый ударом в стиле Паненке. Украина вышла в четвертьфинал, где уступила Италии, но в целом Милевский произвел довольно неплохое впечатление и весьма зрело смотрелся на турнире в 21-летнем возрасте. В сезоне 2006-2007 нападающий забил пять голов в УПЛ, но больше всего футболист в той компании запомнился забитым мячом в Лиге Чемпионов в ворота мадридского Реала на групповом этапе. Правда, после этого на протяжении трех лет нападающий все никак не мог сделать следующий шаг в развитии, демонстрируя весьма средние показатели в УПЛ. Самыми памятными матчами Милевского в тот период стали игры против московского «Спартака» в квалификации в Лигу Чемпионов сезона 2008-2009. В этих поединках нападающий отметился четырьмя мячами и завоевал еще большую любовь болельщиков. Тем не менее, в 2009 году все изменилось. Показатели результативности игрока резко пошли вверх с того момента, как «Динамо» возглавил Валерий Газаев. Под руководством бывшего наставника ЦСКА Милевский в сезоне 2009-10 отметился 17-ю голами и восьмью результативными передачами в чемпионате Украины. Побил все собственные рекорды эффективности. Игровой спад По окончанию кампании в киевском клубе произошла смена тренера. Вместо Газаева в команду вернулся Юрий Семин, а находившийся на пике Милевский не смог развить показатели результативности и в следующем сезоне забил почти в два раза меньше, чем год назад. Но главный спад в карьере Артема начался в 2012 году, когда клуб возглавил Олег Блохин. Нападающий уже выступал под руководством этого наставника в сборной Украины. Но в этот раз их союз оказался совсем неплодотворным. На презентации нового тренера Милевский пришел в халате, чем вызвал недоумение у бывшего обладателя золотого мяча. Я просто переживал, что не успею на презентацию, поэтому как только приехал на базу, сразу накинул халат и поднялся в комнату. Так совпало, что с назначением Блохина футболист совсем перестал выкладываться на тренировках, к сожалению, начал вести разгульный образ жизни. Артем частенько нарушал режим в компании с еще одним некогда перспективным футболистом Александром Алиевым. Игроки были не раз замечены в ночных клубах в состоянии алкогольного опьянения, за что клубное руководство выписывало штрафы. Как отмечал владелец Динамо Игорь Суркис, какое-то время футболисты просто играли бесплатно, потому что их зарплата полностью уходила на штрафы. Послушайте, я никому ничего не хочу доказывать. Я Артем Милевский. Все знают меня как хорошего игрока. Выхожу и делаю свое дело. А кому играть, кому не играть – это решение главного тренера. Со временем все пришло к тому, что Блохин перевел Артема в дубль и выставил на продажу. Надо же, наверное, не пьяным приходить на тренировки. Пьяных спортсменов я тренировать не умею. Если бы Милевский играл и не гулял, проблем бы не было. Я с ним не один раз разговаривал. Но это ничем не закончилось. У нас тренировка в 12, а он пришел в 3 часа. Нетрезвый. Я не вмешиваюсь в личную жизнь. Но футбол есть футбол. Как же тренировать, если у него давление зашкаливает? И видно, что спортсмен не может. Надо было, чтобы он умер у меня на тренировке или что? Этого еще не хватало. Нападающий чуть позже отвечал своему тренеру следующим образом. С этим человеком невозможно разговаривать. У него звездная болезнь. Он до сих пор остается с золотым мячом. Даже на тренировке с ним ездил. У Блохина везде только я, я, я. Все дошло до того, что летом 2013 года нападающий покинул «Динамо» на правах свободного агента. Из киевского клуба игрок ушел после 276 матчей, 87 голов и 54 ассистов. Говоря о трофеях в составе белосиних, форвард выиграл 4 чемпионата и 3 Кубка Украины. Новым клубом Артема стал Газиан Тепспор. С момента переезда в Турцию в карьере футболиста наступил совершенно другой этап. Ну а мы напоминаем, что совсем недавно выпустили видео, которое посвятили подобным Милевскому персонажам. К сожалению, они сдулись до 30 лет. Если не видели, обязательно посмотрите. Скандалы Новая команда Милевского успела пожалеть о приглашении игрока уже в ноябре 2013 года. В тот день рано утром после прилета из Стамбула в Газиан Тепп нападающий в хлам разбил свою Феррари за 210 тысяч евро, врезался по дороге из аэропорта в защитный барьер. При этом полиция обнаружила в организме Артема 1,31 промилле алкоголя. К счастью, Артем не пострадал. Игра проходила в Стамбуле, и у нас было пару выходных. Мы с парнями газанули, выступили, а утром надо было лететь из Стамбула в Газиан Тепп. У меня тачка стоит в аэропорту. Сажусь мне ехать минут 15-20. Трезвый? Ну как трезвый? Нормальный. Я не тусил до пяти. А в шесть, допустим, за руль. Нет, погуляли где-то до трех. А в восемь вылет. В общем, время недостаточно прошло, чтобы сесть за руль. Оправдывался Артем. Подобный случай произошел уже в следующем клубе Милевского в хорватском Хайдуке. Спустя месяц после подписания контракта с командой, футболисты уже выгнали за езду в нетрезвом состоянии. Бывший одноклубник Артема по Динамо Горан Саблич следующим образом отреагировал на это происшествие. «Когда я предложил Милевскому перейти сюда, я был убежден, что он примет наши правила. Еще до того, как он прибыл в клуб, отправил наш кодекс поведения, который должны выполнять все игроки. К сожалению, Артем не стал соблюдать ни эти правила, ни наш личный договор. Поэтому прекращение сотрудничества выглядит самым логичным решением». Пару лет назад в интервью Евгению Савину Милевский признался, что в одно время у него был роман с Тиной и Канделаки. «По молодости было много с кем. Конкретно да или нет с Канделаки? Да, но это было давно. После чемпионата мира 2006 еще», — поведал Милевский. «Она приезжала снимать «Самый умный в Киев». Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист. Попросила номер. А я, честно, знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера. «Привет, это Тина Канделаки». Отвечаю, «Ну и что?». В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Она крутая, честно. Большой привет ей передаю». Мало кто знает, но 37-летний Милевский продолжал профессиональную карьеру вплоть до 2021 года. К сожалению, в последние несколько лет карьеры футболист больше отмечался не спортивными достижениями, а скандальным поведением вне поля. С 2015 года нападающий играл за такие клубы, как румынская «Конкордия», российский «Тосно», брестская «Динамо» и украинский «Минай», где игрок повесил бутсы на гвоздь. Конец карьеры О решении уйти из футбола Милевский сообщил на своем YouTube-канале, где периодически выкладывал видео. Одно время блогерская деятельность стала основной для бывшего игрока сборной Украины. Но последний ролик вышел 6 месяцев назад. Не факт, что Артем вернется к этой деятельности. Впрочем, бывший игрок «Динамо» продолжил попадать в скандалы и после завершения карьеры. К примеру, относительно недавно в сети появилось видео, где бывшего футболиста в одном из киевских ресторанов задерживают вооруженные силовики. Болельщики в тот момент не могли понять, в чем провинился Артем, но впоследствии выяснилось – ролик был постановочным, и все происходящее в нем было розыгрышем. Ну а из позитивных моментов можем отметить то, что на церемонии «Национальные легенды» Милевский извинился перед своим бывшим тренером Олегом Блохиным. «Хочу перед вами извиниться. У нас были большие недопонимания, средние, маленькие. Все люди делают ошибки. Может быть, я в какой-то мере делал их больше. Но сегодня такой день. Можно понять и простить, да. Хочется забыть все плохое, вспоминать только хорошие моменты. Вы великий футболист, великий тренер, король футбола, здоровье вашей семье и всех благ». Ссора с Блохиным была самой большой ошибкой в карьере Милевского. По крайней мере, об этом говорил его агент. После той ссоры Артем честно и открыто сказал, что самая большая ошибка в его карьере – то, что он сразу не изменился перед Блохиным. Он бы до сих пор играл в «Динамо». Карьера Милевского выдалась удивительно короткой. Хоть футболист и повесил бутсы на гвоздь в 2021 году в возрасте 36 лет, к тому моменту Артем уже давно пропал с радаров и не запомнился ни одним серьезным достижением на поле. В один момент игроку просто надоело выкладываться на тренировках. Он решил пойти более простым путем, начав вести разгульный образ жизни, которого придерживается даже после завершения карьеры. Так или иначе, Милевский уже не раз заявлял, что жалеет о своем поведении и поступил бы иначе, будь у него такая возможность. Уважаемые зрители, как вы считаете, чего бы мог добиться Милевский, если бы придерживался правильного режима и максимально выкладывался на тренировках? Напишите об этом в комментариях. Спасибо и до скорого!